В рамках реализации инвестиционной программы в посёлке Знаур строится 18-квартирный трёхэтажный жилой дом. К строительству объекта приступили в конце мая текущего года. На объекте задействованы и местные жители. Большая часть работ выполнена, остались лишь внутренние отделочные работы. В ближайшее время в рабочие состояния приведут отопительную систему и благоустроят территорию. «Мы сделали каркас и завершили основные работы. Остались лишь отделочные. Сейчас устанавливаем кафель, а потом приступим и к фасаду. На объекте работает 13 человек, но будем наращивать темпы и соответственно увеличится количество рабочих». Объект планирует сдать в эксплуатацию к концу года. Жители района рады строящемуся жилому дому, так как в районе много семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако жители беспокоят вопрос об устройстве канализации. Система сооружена таким образом, что канализационная труба выходит на реку Прони. А здесь летом отдыхает огромное количество людей. Поэтому жители задались вопросом, что если главный элемент канализационной системы – очистные сооружения – выйдут из строя. Истоки в загрязнённом виде попадут в природный водный бассейн. «Здесь установили канализацию, а труба выходит к реке, где наши дети отдыхают в летнее время. Можно же было выбрать другие варианты и по-другому установить. Мы же делаем для себя, а не для других. Мы очень просим рассмотреть другие варианты». Председатель геологии, экологии и природопользования Балабисталте считает, что за окружающей средой необходимо тщательно следить. В противном случае все наши реки будут загрязнены и в них невозможно будет купаться. Он предложил установить дренаж с фильтрами. «К нам от жителей посёлка Знаур поступила жалоба, и мы отреагировали. Установлен очистной агрегат. Но если очистное сооружение выйдет из строя и не будут вовремя выделяться финансы на ремонт, то это будет большая проблема. Естественно, в таком случае загрязнённая вода будет поступать в реку. Подобная ситуация и в Дзаусском районе. В данном случае необходимо было установить специальные фильтры». Министр строительства Эдуард Загоев выслушал претензии и предложения жителей, отметив, что очистные сооружения будут работать в полном объёме. И эксплуатирующая организация, в данном случае сотрудники ЖКХ района, должны следить за тем, чтобы они не вышли из строя, и тогда никаких проблем не будет, пояснил министр. «То есть вовремя должны подвозиться реагенты, должен быть специалист, который должен мониторить и периодически смотреть работу этих очистных сооружений, при необходимости меняя реагенты. И периодически делать анализы воды на выходе, для того, чтобы мониторить процесс очистки, допустимое содержание микроорганизмов и так далее. Никто не гарантирует то, что обслуживание будет на должном уровне. И поэтому они предлагают нам найти другой выход из ситуации». Алена Уттаева, Заур Устаев, Заримар Соева. Информационный выпуск «Сегодня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова